Ну что, ребят, все нормально, я в госпитале, я не болею, просто в каникулы мне захотелось свою строковку использовать, проверить там кровь сдать на витамин Д, что-нибудь такое, еще там всякую, маммографию, ультразву, глаза проверить. Уже полтора года не была в госпитале, строковка не работает, а строковка должна работать, правильно? Поэтому пока не уехала на каникулы, надеюсь, попаду в свою страну на этих каникулах, на летних. Так, решила попроверяться, чтобы, не дай бог, в Украине не застрять там со всякими проверками. Вот такой госпиталь прикольный, экранчик, есть, где высвечиваются все-все врачи, вот информация про них, можно попить водички и вообще здесь разделение такое. Женщины, если не хотят сидеть с мужчинами, закрываются, вот дверцы закрылась и сидишься спокойно, ждешь, пока тебя позовут. Так что сейчас посмотрим, сегодня новый доктор, обычно у меня доктор Шанура была в Жалканово, куда бы я переехала. Ну дай бог, чтобы у меня все нормально было. Сегодня мужчина будет, или слава себе мужчине. К мужчине-арабу я еще не ходила к доктору, был мужчина-француз здесь, да, делал мне ультразвук. А так вот, сегодня узнаем мужчину-араба, посмотрим, ставьте лайки, все покажем. Ну вот, кстати, сам госпиталь большой, находится на таком вот, ну не отшипчике, а на таком расстоянии от всех молов. Дальше там наш convention center, где происходит много событий. Вот машинки ездят, вот он, такая вот крутая медик-клиника Аль-Джофара-хоспиталь. Вот вести люль госпиталя, посмотрите какой большой. Здесь раньше была большая люстра, ее сейчас сняли, жалко. Красивый большой холл, ничего не настроено, можно по лестнице подняться, можно подняться на лифте. Внизу аптека, влево двери кафешечка. Да, вот такой вот госпиталь огромный у нас. Даже не госпиталь называется, а поликлиника. У нас регистрационные формы. Тут, конечно, снимать нельзя, но, надеюсь, меня не спалят. Получила я свой аппоинт, мы на докторов. Идем по госпиталю. Что-то сегодня людей много, но здесь вот пустенько. У вас назначено, вам дают талончики, все остальное. Не назначено, не дают. Так, думаю, мне вот туда вот. Такой госпиталь, красивые картиночки, и все остальное. Пойдем к доктору. Вот, сижу в ожидании доктора. Такая ожидательная комнатка. Дистанция соблюдается. Вот за той дверью мой доктор. Вот отделение радиологии. Сейчас идем сюда. Какие-то веселые картинки такие висят. Вот наша медиклиник. Это новый крутой госпиталь. И хорошо, что страховка моя здесь прокатывает. О, радиология, дантисты и урология. А урология в другую сторону. В общем, нам все равно в радиологию. Ну, а дальше другие отделения идут. Влогер? Влогер, что ты имеешь в виду? Влогер, влогер. А? А? Влогер, нет, а влогер. А, влогер, нет, а влогер. По инстаграму, просто по-прежнему. А, нет проблем. Ну, зачем ему знать, что я влогер, правильно? О, штучка в ухо вообще прекрасна. 36.9. Вау. Ну, я начну слышать звук, знаешь, после этого. В общем, брожон здесь прикольный, ребята. Ну, что, я оделась уже, готова к маммографиике. Вот, мои вещи. А дали мне такую разовую штучку. О, сейчас закутаюсь. Все, и пойдем. За здоровье. Народ, всем привет. С вами канал Училка физкультуры в Эмиратах. Да, мы в Эмиратах, и мы в госпитале. Вот лифтик, да? Как будто в космосе. И кнопочки. Можно пройтись по госпиталю. Ну, там женщины сидят. Туда мы не пойдем, чтобы не кричали. Большой, большой, крутой новый госпиталь. Ну, вот, смотрите, туалет госпиталя. Какой неплохой совсем даже. Все есть. Салфеточки, мыло. Три кабиночки, одна занята. Кстати, все три кабинки открыты. Ну, конечно же, есть кабинка для disabled person, для инвалидов. Ну, и также есть и для отделения детей и мам, чтобы ребенка перепеленать. Все есть. Бумажка, мусорка, салфетки. И есть все краники с водой. Какой все-таки шикарный госпиталь, да? Новенький все вообще. Все классное такое. Стены новые, двери новые. Вот, жду waiting area. Ну, территория ожидания. Ну, в общем, там, где ждут докторов, думаю, мне в какой-то из этих кабинетов. Была я здесь пару лет назад. Но потом, когда ковид начался, решила просто не приходить, не проверять себя. Фиг уже с той страховкой. Вот такие коридорчики здесь. Ну, в принципе, когда у тебя забронировано время и место, ну, просто сидишь и ждешь. Это удобно. Конечно, и вот всего лишь два стульчика. Повторюсь, что очередей нету, если ты забронирован. А вот, чтобы попасть уже в госпиталь, допустим, если что случилось, сейчас тебе нужен или больничный, или травма какая-то. О, сейчас там такие очереди. В общем, буду ждать. Ну, что так у меня глазки после этого. Так наплевали мне их. Ох, всякими дорогими аппаратами. Хорошо хоть бесплатно еще, не знаю, слава богу. Я не могу их открыть, не могу закрыть. В общем, круто. Вот такой женский уголочек, да, где сидят на расстоянии двух метров женщины. Сейчас пусто, можем посмотреть. Вот экранчик. Лучше здесь, конечно, киношку поставили. Вот сидят и скрытый от мужских глаз. Все, задвинул занавесочку и сидишь. Вот так здесь принято. Знаете, когда глаза накапали и расширили, вообще ничего не видно. Просто все раздували. Зато проверили глаза в дорогих аппаратах. Ну, что я вам скажу. Заниматься своим здоровьем надо. Кто согласен, ставьте лайк. Все, выходим уже. Сейчас пойдем медицинские лекарства покупать, которые мне выписал доктор. Тоже заплачу всего лишь 10%, потому что страховка. Вот такой здоровый холл. Вот такой талончик дали. Вот сейчас дам список своих лекарств и получу их. Двери открываются, люди кушают. Вот, а сейчас я на ультразвуке в поликлиничке маммографию сделала. Осталось ультразвук. Кровь сдала, глаза проверила. В общем, полностью боевая готовность. Вот такая территория для ожидания, для женщин, а на другой стороне для мужчин. Вот показываем отделение радиологии. Хорошо. Вечер, никого нет. Можно спокойно снять. Вот отделение для женщин, где мой рюкзачок лежит. Рецепция. Там девчонки-филипинки сидят. Длинный коридорчик и территория мужская, открытая. Ну, знаете, довольно-таки просторно и классно, что нет очередей. Вот здесь мневомографию делали. И дальше тоже какие-то двери. А вот кабинет донтиста. Даже департмент отделения. Отделение зубных врачей. Какие-то картиночки прикольные. Ага. Еще отделение кого-то непонятно. А, написано только для персонала. О, жирафка какая. Нет, верблюдик, верблюдик. Милаха какой. Да, и вот такой верблюдик. Картиночки, кстати, напоминают, будто будто сувенирным. Будто мы в сувенирном киоске. Ну, вот ждем мой ультразвук. Вот как кафешечка выглядит. Заказала я два бутерброда. Возьму их с собой. По 18 диркам. Выбрала курочку тандури. Так что, вот такая кафешечка. И вот уже вон госпиталь начинается. Только я делала видео оттуда. Вот фотографии шейха висят там. И большой-большой потолок. И вот сам госпиталь какой здоровый. Точнее, это районная поликлиника. Вот. Есть лесенки, есть лифтик. Вот. Меня уже пакуют бутербродики. В общем, очень я буду довольна сегодня. Решила перекусить. Вот что здесь есть. Цены нормальные. Есть сладости. Возьму все кроссанчики. И цена кофе. Есть, please. Да, хочу теплый шоколадный кроссан. Кроссан с шоколадом. Хотя еще есть всякие вкусняшки. И кофе. Ну, цены здесь 16, 18, 21. По 30. Бутерброды какие-то есть. Маффины по 11. Ну, вообще так. Нормальные, нормальные цены. Нормальные. Можно отдохнуть, посидеть. Кофе где-то 15, 17 стоит. Ну, как нормальный Starbucks везде. Ну, что, мой кроссанчик готов. И кофе Starbucks 13 дирхам стоит нормальные цены. Так что буду кушать. Ну, что, народ. Есть в госпитале и территория без масок. Смотрите, какая классная кафешка. Сейчас попью кофе Starbucks. Пойду домой отдыхать. Вам желаю всего наилучшего. Не вздумайте болеть. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok